Где-то год назад все расклеилось, все обои вот. Рисунок на обоях разорвала трещина в стене, новый потолок вздулся и пошел буграми, печь разваливается. Оценить силы, которые семья из Сосновки вложила в обновление этой комнаты, можно только зайдя во вторую. Она как экспонат оставлена для специалистов из разных ведомств. Не прикрытая свежими обоями, правда. Дом аварийный и косметические работы его не спасут. Счастливая весть пришла как раз после ремонта. Будет стройка. Бокала 47 переедут из покосившихся деревянных домов в новое жилье. Это было около года назад. Две недели назад переселенцы навестили объект. Мы сходили, да, действительно, нас не устроили только потолки. Нам охота посмотреть вот эти вот, которые были там, дырки в потолках, и как их будут заделывать. А ведь не с инспекцией уже пора ходить на объекты гирлянды в новой квартире развешивать. И к Новому году готовятся гости уже приглашены, добавляет Юлия. Дом должны были сдать еще в конце сентября. В октябре приехали областные власти и увидели один лишь фундамент. Жительница Сосновки говорит, позже лично ей было обещано, переезд состоится в начале декабря. И вот декабрь. Каменщики работают, окна ставим. Сейчас начали внутренние отделочные работы. Электрика у нас вся проведена в доме. Сантехнические работы, тепло в дом тоже. К концу этой недели постараемся сделать. Еще предстоит возвести половину крыши. К концу года названные работы, возможно, и удастся завершить. Но полностью дом сдан еще не будет. Надежд на это не осталось уже ни у самих строителей, ни у властей. Благоустройство сейчас и вовсе не ведется. Из-за погоды, говорят, строители на территории лужи. Каша из грязи, песка, глины. Так что и самим рабочим подобраться к дому непросто. Как, впрочем, похоже теперь и подрядчику к бюджетным деньгам. На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что глава района Александр Гордеев заявил, финансирование строительства заблокировано из-за срыва сроков. Размер замороженных средств 10 миллионов рублей. Таково решение департамента строительства области. Цитата Александра Гордеева с сайта Вологодского района. Подрядчик продолжит строительство объекта на свои средства. При этом сами работники говорят, и так закупают все материалы в долг. Направлялись бы бюджетные средства вовремя, такой ситуации бы не было. В муниципалитете же отвечают, деньги поступают этому подрядчику даже быстрее, чем многим другим в области. Впрочем, это не единственный спорный вопрос, связанный с финансами. Что в принципе значит та самая блокировка? На камеру нам не пояснил никто из чиновников. И в правительстве области, и в муниципалитете череда совещаний и планерок. Комментарий, полученный по телефону, лишь озадачил. Никакой блокировки по дому, по сосновке, по средству дома нет. Здесь неосвоение просто денег в этом году, часть денег перенесена на следующий, все, больше ничего. Уже ближе к вечеру сам Александр Гордеев пояснил также по телефону, деньги будут разморожены и выплачены подрядчику, если все же к февралю дом будет сдан. Перенос сроков необходим в том числе и для того, чтобы федерация не наложила штраф на область. Впрочем, похожая ситуация складывается еще в ряде районов. Существует вероятность, что еще четыре дома в регионе не будут сданы до конца года. Но в правительстве области эту информацию пока никак не комментируют. Дарья Анфиногенова, Алексей Романов, Новости Вологды.